Здравствуйте! Это программа События. Мы работаем в прямом эфире о том, чем живет Самара. Сегодня я вам готова рассказать наши журналисты и я, Инга Пеннер. Главные темы выпуска. Чтобы я так служил, новобранцев до военных частей доставят на поездах с вагонными ресторанами. Картинка из календаря, которая стала Державной святыней, в Самару привезли уникальную мироточивую икону. Искусство мирового уровня в Зубчининовке. Художница Наталья Рави, которая выставлялась в Вене и в Праге, покажет свои работы самарцам. Не гречка единой. Самарская область стала первой, где опробовали нововведение Министерства обороны. Причем в прямом смысле этого слова. Теперь призывников, которые едут в поезде к месту службы более трех суток, кормить будут в вагоне-ресторане. Пионером стал воинский эшелон из Сызрани на Дальний Восток. На областном сборном пункте военного комиссариата Марина Кравцова изучила солдатское меню и выяснила, почему форма на военных сидит, как влетая. Вагон-ресторан впервые появился в составе поезда, в котором новобранцы поедут к месту службы. Центральный военный округ здесь первопроходец. Этот состав поедет на Дальний Восток. Впереди семь дней пути. И все это время солдаты будут питаться не сухпайком, а горячей едой, приготовленной из свежих продуктов профессиональными поварами. Уже по традиции родственники призывников прямо к поезду приносят домашнюю еду. Но от запаса в дорогу новобранцы даже отказываются. Делится Татьяна Парубова. Она на службу отправляет внука. Он был доволен вообще всем. Мы ему хотя и домашнего приносили, но он все сказал, ничего не надо, все у нас тут есть. Нас кормят, говорит, хорошо. Дорога дорогой, а обед по расписанию. Поезд еще не тронулся, а новобранцев уже покормили. На первое – наваристый борщ. Именно это блюдо в рейтинге солдатских предпочтений на первом месте. На второе – гуляш и картофельное пюре. Что путь в армию окажется таким вкусным и не рассчитывал, рассказывает Егор Титов. Хотя любимое блюдо молодого человека – та самая гречка, часто ее есть не придется. Солдатское меню отличается разнообразием. Он не ожидал, если честно. Все очень круто и все очень вкусно. Именно в Сызране сформирован первый в России воинский эшелон с вагоном-рестораном. Раньше в дороге выдавали индивидуальный сухой паек. Теперь бригада гражданских поваров будет готовить завтрак, обед и ужин прямо в пути. Чем будут кормить солдат, рассказали на областном сборном пункте. Из 35 видов продуктов повара могут приготовить около 120 разных блюд. Силы защитники отечества черпают из дневного рациона на 4 с лишним тысячи килокалорий. Кроме того, у нас питание организовано по двум периодам – летний и зимний период. В зимний период выдается сало. И мы выдаем в свежем виде лук и чеснок для профилактики простудных заболеваний. Все это гастрономическое разнообразие очень экономично. Питание одного солдата обходится примерно в 300 рублей в день. На сборном пункте призывников не только накормят, но и оденут с иголочки. Подбирают обмундирование строго индивидуально. Если что-то не подошло, подгоняют по фигуре. Мы заказываем в промышленности любые размеры. Начиная от 36-го и заканчивая 50-го. Все военнослужащие, которые в этом эшелоне, я их лично вчера сам всех проверил, имущество подогнано, никаких нареканий ни у кого не было. Еще одно новшество. Призывникам выдают персональную электронную карту. Этой осенью выпускать их стали прямо на сборном пункте в Самарской области. На карту записаны 59 параметров. От имени до размера обуви и образования. В будущем такая карта может заменить военный билет. На эту карту будет отмечаться весь прохождение его службы. Какие упражнения он стрельб выполнял, какими болезнями болел, ну и какие проблемы или достижения у него были, поощрения, наказания и так далее. На сборном пункте встретили, как дома делится самарец Максим Халитов. В военкомат он пришел сам, хочет стать настоящим солдатом. Ближайший год проведет в Амурской области и даже рад столь дальнему путешествию. С более твердым характером хочу вернуться. Это в первую очередь. Как и в принципе любой мужчина должен служить. Должен отдать долг родине. И я вот еду его туда отдавать. В первом эшелоне на Дальний Восток поедут около трехсот новобранцев. Всего же в этот осенний призыв из Самарской области служить войска отправится около двух с половиной тысяч человек. Марина Кравцова, Станислав Левин. События. Державные святыни на небольшом листе картона. В Самару привезли уникальную икону Божьей Матери Умиления из поселка Локоть Брянской области. 18 лет назад изображение из обычного настенного календаря стало мироточить, а на обратной стороне появился неркотворный лик Богородицы. С тех пор образ путешествует по разным городам и странам. Перед ним молились во многих храмах мира. А сейчас двусторонний образ находится в Самарском Кирилло-Мефодиевском соборе. О том, что не поддается рациональному осмыслению, Олег Зверев. Встречая чудотворную икону Умиления из поселка Локоть Брянской области, паломники обычно рассчитывают увидеть державный блеск сусального золота и старинное письмо. Почитание святыни очень велико. Между тем, все намного скромнее. История этой иконы начинается в сельском магазине. Одна из покупательниц увидела в продаже прошлогодний календарь с образом на титульной странице. Его продавец собирался выбросить, а чтобы не допустить осквернения лика, женщина купила календарь, а картинку повесила на стену. Что произошло дальше? Помощник епископа уже наглядно показывает, используя репродукцию. По прошествии времени образ на стене замироточил и заблагоухал. Об этом сообщили местному архиерею. К его приезду икону решили в рамочку поместить. Когда образ сняли со стены, то увидели, что на обратной стороне она явила другой образ, но только уже нерукотворный. Это произошло 18 лет назад, и все это время икона почитается как нерукотворный образ. Его даже назвали «Умиление Локотское» по названию села, где произошло чудо. А драгоценный оклад сделали уже позже, в Софрино. Ее возили по разным городам и странам. Перед ней молились монархи и президенты. Передачи и ток-шоу о ней показывали на ведущих телеканалах мира. А сегодня перед иконой служит молибен в Самарском Кирилло-Мефодиевском соборе. Мира со стекла киота течет постоянно. Экспертиза, которую проводили в лабораториях спецслужб, не смогла установить химический состав и происхождение вещества. Также и само изображение. Искусствоведы утверждают, что такой техники письма еще не было в истории. А вот свидетельства о чудесах от иконы как никогда многочисленны. По словам очевидцев, исцеление, как грибы растут в разных городах, куда бы ее не привозили. Очень громкий был случай исцеления в Грузии. Это было в городе Горе, родина Сталина. У девочки отказали ноги, она перестала ходить, ее отправили в Белисси. Храм ее отец принес на руках, а из храма она шла уже на своих ногах. В Самаре икона умиления Локотская будет находиться до 4 декабря. На праздник введения во храм Пресвятой Богородицы ее увезут. Любая чудотворная икона, она имеет большое значение, потому что Матерь Божия, слыша наши молитвы, откликается на наши просьбы. И сопровождающие иконы свидетельствуют о том, что за эти годы тысячи и тысячи случаев чудесных исцелений помощи от Божьей Матери. Поэтому мы надеемся, что и здесь у нас в Самаре Матерь Божия поможет многим и многим людям. Во время самых масштабных церковных торжеств проводится шествие крестным ходом с образом умиления. По дорогам России икона прошла уже сотни тысяч километров. Олег Зверев, Дмитрий Мешканцов, События. Прекрасная на периферии Дом культуры Луч теперь не хуже пражских и венских музеев. Известная самарская художница Наталья Равичи, картина выставляется в Европе, открыла свой вернисаж в поселке Зубчининовка. В том, что искусство все чаще добирается до окраин, убедился Андрей Горгуленко. Наталья Рави – известная самарская конописец-реставратор. Уже более 20 лет она работает над росписью часовен, церквей и приходов по всей европейской части России. В то же время Наталья занимается и светской живописью. Успешно сочетаем прессионистку и классическую манеру работы. Мы стихийным работаем. Это сейчас современный стильный инструмент, который очень нравится людям, потому что дает возможность делать объемные картины с густыми, пастозными, с большими мазками. И чувствуется масса краски. В Доме культуры «Луч» Наталья Рави представляет свою выставку «Роскошь». Пейзажные этюды и натюрмортные зарисовки поражают своей яркостью и насыщенностью даже давних поклонников. Некоторые работы я уже видела. Я давно поклонница творчества этого художника. Поэтому некоторые работы у меня уже всегда в голове. Если бы вдруг Наташа согласилась мне подарить ее, я была бы просто счастлива. Вернисажи в поселке Зубчининовка теперь не редкость. Уже более 10 художников демонстрировали свои работы в Доме культуры «Луч». Свой вклад в развитие искусства на периферии внес Владимир Ясинский. Художник-живописец сделал выставочные стенды и вдохновляет тем самым своих коллег по художественному цеху. Я думаю, жители не совсем еще привыкли к этому месту. Некоторые еще и не знают, что у нас здесь организовываются выставки. Ну, стараемся рекламировать, что у нас здесь организовываются такие мероприятия. И сейчас вот газеты я подскажу, чтобы люди брали, читали, были в курсе культурных событий города. Выставка «Роскошь в луче» будет ждать своих посетителей до 1 декабря. Андрей Горгуленко, Константин Главин. События. Далее, коротко о других темах дня. В субботу в многоэтажках в районе Московского шоссе отключат электричество. Расположенные поблизости светофоры работать не будут. Ограничения связаны с реконструкцией сетей. Электричество не будет с полуночи до 5 утра в домах по улицам Георгия Димитрова, Ташкентской, Силина, Бубнова, Зои Космодемьянской, Демократической, Тополей и на проспекте Кирова. С 7 утра подачу всех коммунальных ресурсов восстановят в полном объеме. Появилась визуализация концепции благоустройства Самары к Чемпионату мира по футболу. В городе предполагается отремонтировать и отреставрировать объекты историко-культурного наследия, расположенные вдоль гостевых туристических маршрутов и в районе стрелки рек Самары и Волга. Все художественные элементы будут созданы в едином стиле, в том числе и рекламные конструкции. У здания появится архитектурная подсветка, а в пешеходных зонах установят уличную мебель. Реализацию этой концепции оценили почти в 11 миллиардов рублей. Записаться на прием к врачу можно, не выходя из дома. На портале Госуслуг заработал сервис, позволяющий это сделать. Воспользоваться им можно в любое время. Для этого нужно зарегистрироваться на сайте, затем зайти в личный кабинет, выбрать поликлинику и записаться на прием к врачу, заполнив электронную форму записи. Для этого потребуется полис обязательного медицинского страхования. Можно записать на приемы другого человека. О том, что талон к врачу забронирован, придет СМС-уведомление. Или письмо на электронную почту. Для удобства ему можно распечатать. С 1 января в России вступят в силу поправки в ПДД, касающиеся перевозок детей до 12 лет. Изменений будет всего три, но все они довольно серьезные. С нового года можно будет перевозить детей старше 7 лет на заднем кресле без специальных удерживающих устройств. Конструкция детского автокресла должна будет соответствовать росту и весу ребенка. Кроме того, с 1 января будет категорически запрещено оставлять в салонах автомобилей детей до 7 лет. Даже если родители отлучаются буквально на несколько минут. В Самарской области продолжается набор городских волонтеров на чемпионат мира по футболу. Присоединиться к команде добровольцев могут кандидаты из любого города и района. Ключевые критерии отбора – возраст от 16 и старше, готовность много работать, дополнительное преимущество – знание иностранных языков. Для участия в программе необходимо оставить свою заявку на сайте волонтер63.рф. Потом кандидата пригласят на личное собеседование. Подробности можно узнать по телефону, указанному на экране. Остались без газа и горячей воды из-за интернет-провайдеров. Жители дома номер 15 на улице Николая Панова борются с недобросовестными компаниями, которые хаотично подключили свои провода к их воздуховоду. И тот под тяжестью рухнул. Чтобы вернуть людям газ, управляющая компанией ЖКС за свой счет провела все восстановительные работы, но с провайдеров обязательно спросят. Затем, как полутонную деталь поднимали обратно на крышу, наблюдала Мариана Мирная. Такие ЧП не редкость за последние три недели. Это уже четвертый случай, когда оголовок, верхняя опорная часть вентиляционной трубы на крыше пятиэтажки, падает под тяжестью проводов, натянутых операторами связи, при этом разрушая крышу. Они между домами протянули кабели, подвесили их и зацепили за воздуховоды, которые на крыше. Эти воздуховоды весом минимум полтонны весят. Когда у нас был шторм, то, естественно, все это раскачалось, и два оголовка весом полтонны, по сути дела, слетели со своих мест, и нам просто повезло, что в этот момент жителей не было рядом. Вентиляционные каналы не предназначены для закрепления проводов, но операторы связи протянули свои сети много лет назад, не спросив ни у кого разрешения. На момент начала работы ЖКС все это уже было на жилом фонде. И наша задача, как управляющей компанией, была узаконить все это и начать, так сказать, практику получения денежных средств для дальнейшего их передачи жителям, чтобы они могли их использовать. Мы можем только предполагать, что интернет-компании невыгодно внести какие-то дополнительные затраты на изменения своих схем подключения, схем проведения проводов, и, соответственно, они там всячески пытаются затянуть эти вопросы. Сейчас управляющая компания ЖКС проводит рабочие встречи с провайдерами, чтобы они оплачивали восстановительные работы и впредь устанавливали свое оборудование без ущерба для жителей. Марьяна Мирная, Дмитрий Мешканцов, События. Это далеко не вся картина дня, и вот какие материалы наши журналисты сейчас готовят к эфиру. Квартирный вопрос, испортивший москвичей, в версии Шостаковича. К 110-летнему юбилею композитора в Самаре дадут премьеру его единственной оперетты. В память о герое в честь летчика Звона у погибшего в Афганистане в Самаре установили мемориальную доску. Она играла Емелю и Конька-Горбунка. Травести театра Самарт Вера Синина отметила 90-летний юбилей. На этом наш выпуск завершен. Читайте нас в Твиттере, смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Андроид и Айос. Удачи, вам увидимся. Редактор субтитров А.Семкин